Добрый вечер, давайте познакомимся. Меня зовут Миронов Роман, я преподаватель института физики. Также среди наших преподавателей Атутуманов Владимир Александрович, ассистент кафедры теоретической физики, профессор общей физики Фишман Александр Израилович, Филиппова Елена Алексеевна, доцент кафедры общей физики, а также Низамова Эльвира Ильгамовна, доцент кафедры общей физики. В рамках нашего курса у нас предполагаются занятия аудиторные, очные и, соответственно, по следующим разделам общей физики. Это механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, оптика и основы специальной теории относительности и квантовой физики. Итак, предлагаем вам рассмотреть в качестве примера одну из задач. Это у нас задача по механике. Итак, у нас, значит, условия следующие. Ученик исследовал движение бруска по наклонной плоскости и определил, что брусок, начиная движение из состояния покоя, проходит 30 сантиметров с ускорением 0,8 метров в секунду в квадрате. И от учащихся требуется установить соответствие между физическими величинами, полученными при исследовании движения бруска. Это вот, смотрите, левый столбец. Прошу прощения. Вот у нас два условия. И уравнениями, которые выражают зависимости. Это вот, пожалуйста, в правом столбце. И от учащихся в ответе требуется под соответствующими буквами АЭБ написать соответствующие варианты ответов. Ну, чтобы все это записать, следует сначала эту задачу решить. Итак, что нам с вами нужно сделать? Первое, нам следует задачу визуализировать. То есть, это нарисовать небольшую схемку, с помощью которой нам станет понятнее, что от нас требуется. То есть, вот мы нарисовали, изобразили нашу наклонную плоскость. Это угол альфа у нас. И вот у нас брусочек. Пожалуйста. Он по условию у нас начинает движение из состояния покоя. То есть, мы с вами условно обозначим скорость. С которого он скатывается по наклону плоскости. И, собственно, начнем наше рассуждение. Итак, решение. В рамках данной задачи у нас ставятся два вопроса. Мы помним. Первое, это найти зависимость пути пройденного бруском от времени. И зависимость модуля скорости бруска от пройденного пути. То есть, фактически, нам надо первым пунктом, для первого пункта найти зависимость х от t. А для второго найти v от l. Как решаем? Начнем, давайте, с первого пункта. Для первого пункта, чтобы его найти, нам следует записать уравнение, которое будет выражать закон движения брусочка. Как он записывается? Это у нас будет следующим образом выглядеть. В составе уравнения мы записываем начальное положение х нулевое. Затем мы также в составе уравнения записываем скорость. Помноженное на некоторое время плюс ускорение. Это у нас а большое, t в квадрате пополам. Это основное уравнение, которое нам понадобится для решения нашей задачи. Демонстрационный. И давайте начнем наше рассуждение уже по сусе. Итак, по условию у нас движение бруска начинается с состояния покоя. То есть, начальное положение у нас, при начальном измерении у нас х нулевое равен нулю. То есть, начальное положение. То есть, мы сразу говорим, что х нулевое у нас равен нулю. Первое рассуждение. И первый вклад мы здесь не учитываем при описании движения. Второй вклад. Его рассмотрим. Из состояния покоя. Раз у нас х нулевое равен нулю, то, соответственно, начальная скорость из состояния покоя, да, скорость равна нулю. Поэтому мы говорим, что в нулевое у нас тоже равно нулю. А значит, второй вклад у нас тоже обращается в ноль. И, соответственно, у нас с вами что остается? Остается третий вклад. И мы говорим, что х от t равняется а большое t в квадрате пополам. У нас по условию мы помним, что ускорение было 0,8 метров в секунду в квадрате. То есть, а большое – это ускорение. И а равно 0,8 метров в секунду в квадрате. Ну, подставляем напрямую. И у нас что с вами получается? У нас получается, что х от t равняется 0,8 метров в секунду в квадрате, деленное на 2, и умноженное на t в квадрате. Соответственно, у нас мы 0,8 делим пополам. Это будет 0,4. 0,4 метра в секунду в квадрате на t. И таким образом мы с вами выбираем, что у нас первая часть нашей задачки – это вариант из ответов 1. Но у нас обозначение l, и мы можем спокойно переобозначить, что х от t равняется l, и тогда мы получим искомый ответ, который у нас есть в перечне предложенных. Вот, пожалуйста, 0,4 метра в секунду в квадрате умноженное на t в квадрате. Это первая часть этой задачи. Теперь нам нужно найти ответ на второй вопрос. Это именно вычислить функцию v от l малого, которая у нас есть. Что для этого делаем? Для начала мы снова запишем полученный нами ответ. l, a большое, t в квадрате пополам. Вот. И для решения задачи нужно вспомнить определение скорости. Одно из определений скорости – это изменение положения тела в пространстве за некоторое количество времени, за некоторый временной отрезок. То есть как это выражается математически? Математически это выразится таким образом, что скорость равняется dx по dt. Соответственно, чтобы для решения нашей задачи нам следует взять производную по времени. Как это делается? Мы в искомом ответе его приравниваем к производной. То есть пишем dx по dt равняется. И что у нас будет? Двоечка остается без изменений. А вот степень 2 при коэффициенте t прыгает вперед у нас. То есть у нас получается 2a, t деленное пополам. У нас вот получается такое выражение. И это фактически равняется скорости v. Вот. Далее, чтобы для последующего решения... Да, мы запишем, соответственно, перепишем наш полученный ответ, как a, t. И нам нужно найти скорость как функцию от пройденного пути L малая. Для этого мы сделаем следующую вещь. Мы запишем систему из двух уравнений. Первое, это будет L равняется a, t в квадрате пополам. А второе, это будет найденная нами прежде скорость v. Это a, t. И, соответственно, мы из второго уравнения системы нашей выражаем время t малое. t малое будет равно, соответственно, v деленное на а большое. И уже отсюда, выражая время t таким образом, мы подставляем это значение в первое уравнение и просто обсчитываем напрямую. Что у нас с вами получится? У нас получится, что L равняется a, большое пополам, умноженное на v, на a, v в квадрате, a в квадрате. Далее мы сокращаем и получаем окончательный ответ. Мы a сокращаем степень, а в знаменателе сокращаем вторую, так? И у нас с вами что остается? L равняется v в квадрате деленное на 2a. И отсюда уже мы выражаем искомую v. она будет равна следующей вещи. Мы умножаем обе части на 2a, на 2a большое. Я, с вашего позволения, напишу здесь. Это будет 2al равняется v в квадрате. И отсюда уже путем нехитрого преобразования финального мы находим, что v равняется 2a большое L под корнем. Так что мы видим, что задача у нас полностью решена. В первом, для первой части задачи это будет... Извините, пульт. Для a это будет вариант 1. А для v это... Так, будет... Вариант... Так, 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 это будет... Это будет, получается, вариант 4. Таким образом, мы решили задачу номер 1. Есть задача номер 2. Это она из раздела термодинамика. И от нас требуется следующее. Это решить ее и условия. В начальный момент в сосуде под легким поршнем находится только жидкий эфир. На рисунке схематично представлен график, отображающий зависимость температуры эфира T малая от времени его нагревания и последующего охлаждения. Из приведенного ниже списка выберите все утверждения, которые верно отображают результат этого опыта. Итак, у нас дано 5 пунктов, и нужно выбрать из них, учащимся требуется, те из них, которые являются верными. Озвучим их. Первое утверждение. Участок ЕФ графика соответствует уменьшению внутренней энергии эфира с течением времени. Второе утверждение. В состоянии, в соответствующем точке С, эфир закипел. Третье утверждение. Температура кристаллизации равна 40 градусов. Четвертое утверждение. В состоянии, в соответствующем точке F, в сосуде равная масса эфира в жидком и газообразных состояниях. И пятое утверждение. Время, за которое выкипел весь эфир, приблизительно равно времени, за которое он сконденсировался. Давайте рассмотрим каждое из утверждений подробнее. Итак. Сотрем. Итак, у нас дана кривая, которая получена экспериментальным путем. Следует рассматривать ее как результат эксперимента. с жидким эфиром, который, значит, у нас находится в сосуде под легким поршнем. И, соответственно, мы, как бы, должны интерпретировать полученные в результате эксперимента значит, данные и записать правильные ответы. Итак, давайте начнем с первого утверждения. Первое, что мы сделаем вообще для решения подобного рода задач, это нам следует расписать каждый из участков рассматриваемой экспериментальной кривой как некие физические процессы. Ну вот, например, участок АБ это процесс нагревания нагревания эфира. Участок БЦ это на участке БЦ у нас эфир закипел. Закипел. Следующий участок кривой это ЦД. На участке ЦД у нас начинают закипать уже пары эфира. Нагревание паров эфира. Паров эфира. Участок ДЕ Участок кривой ДЕ соответствует охлаждению паров эфира. Охлаждение паров. Участок ЕФ на участке ЕФ экспериментальной кривой нашей здесь идет конденсация эфира. Поэтому запишем ЕФ конденсация эфира. Эфира и последний участок нашей кривой ЭФЖ это соответствует охлаждению ЭФИРа. 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 Когда мы условно разбили нашу экспериментальную кривую на вот такие участки и обозначили их смысл, давайте уже приступим непосредственно к выбору правильных утверждений. Итак, первое утверждение давайте рассмотрим участок ЕФ-графика. Он соответствует уменьшению внутренней энергии эфира с течением времени. Действительно, это утверждение верное. Почему? Потому что в школьном курсе физики принято, что внутренняя энергия это как однозначная функция температуры, есть однозначная функция температуры и при и также энергии межмолекулярного взаимодействия. Поэтому на этом основании первый пункт правильный и участок ЕФ-графика соответствует уменьшению внутренней энергии эфира. Рассмотрим второе утверждение. Температура кристаллизации равна 40 градусов. Итак, это утверждение неверное. Почему? Потому что мы здесь изначально работали с жидким эфиром и о кристаллизации речь здесь вообще не идет. Оно неверное. Следующее. Состояние в соответствующем точке F эфир закипел. Это также неверное утверждение. Почему? Потому что в точке C, которая у нас обозначена экспериментальной кривой, у нас эфир уже полностью выкипел, а не закипел. Следующее утверждение. В состоянии соответствующем точке F в сосуде находится равная масса эфира в жидком и газообразном состоянии. Это утверждение неверное. потому что в точке F у нас уже эфир полностью сконденсировался и начал охлаждаться. И пятое утверждение. Время, за которое выкипел весь эфир, приблизительно равно времени, за которое он сконденсировался. Если мы посмотрим на нашу экспериментальную кривую, то действительно мы можем увидеть, что участок кривой BC, где эфир закипел, примерно равен по длине участку EF, когда эфир начинает конденсироваться. И действительно на этом основании мы можем говорить, что утверждение 5 правильно и его записываем также в ответ. Итак, занятия будут проводиться начиная с 5 февраля 2022 года в конференц-зале Институте Физики на втором этаже с собой. Желательно, чтобы все студенты, наши будущие студенты имели тетрадь, ручку и калькулятор. Стоимость, значит, полная стоимость курса 8 тысяч. Если же вы оформляете помесячно, то это будет стоить 2 тысячи рублей. Ну и на первом занятии вам выйдут бланки договора. Проверка знаний будет в виде написания пробного ЕГЭ по предмету физика в феврале, апреле и июне 2022 года. И немножко гордость нашего института. Это наши лаборатории, которые оснащены по последнему слову техники, пришедшие на наши курсы, они обязательно там побывают на экскурсии, которая будет вам полезна очень для, как бы, в качестве общего развития. И контакты нашего руководства, наших преподавателей для записи на занятия. Вот, пожалуйста, все перед вами. Видео этого пробного занятия можно было посмотреть в инстаграме и в ютубе. И спасибо большое вам за внимание, за то, что уделено время и ждем вас на наших курсах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова